Всем привет! Как-то один раз я был с удействием на джеме, и я заметил, что практически у всех конкурсантов не было меню. Давайте я покажу хотя бы простое меню, может быть не все знают, как его делать. Вот у нас есть карта, которая образно является игровой, да? Для того, чтобы сделать меню, мы можем сделать собственную карту для нее. Допустим, назовем ее меню, зайдем на нее. Соответственно, здесь все пустое, ничего не надо закидывать, ни солнца, ни, так скажем, ни сферу, небес и так далее. Мы, по сути, здесь должны создать виджет, на котором будет отображаться меню. Либо, если вы хотите создавать трехмерное меню, в котором вы поставите небольшую площадочку, лес, домик, персонажа, который сидит, горюет с анимациями, то тогда, да, вы здесь накидываете, получается, и солнце, и, получается, скайсферу, и создаете образно, так скажем, небольшую плоскость, где как раз-таки и будет располагаться все это. Давайте вот такой плоскости, в принципе, для меню достаточно. То есть, если здесь персонаж, вот, он будет сидеть, допустим, и вокруг него что-то будет происходить. Если же вам это нет необходимости, вы хотите просто двухмерное меню в виде картинок и кнопочек, да, то вам это не надо делать было. Сейчас, смотрите, создадим двухмерное меню. Создаем виджет Blueprint. Назовем его как-нибудь виджет меню, допустим. И, соответственно, для того, чтобы она загружалась при входе, во-первых, нам необходимо выбрать карту, это в Project Setting, мы должны выбрать карту Game Default Map. Это у нас стартовая карта, на которой мы будем загружаться. В данном случае это у нас меню. Можно и Edit Start Map, но, Editor, да, то есть, когда вы загружаетесь, но это нет необходимости. Все, настройках мы сделали, и теперь надо в Blueprint'е Open Level Blueprint прописать на Begin Play. Когда у нас данный уровень начинает прогружаться, мы создаем виджет, который как раз-таки только что создали. это меню. И можем Promoter Variable на всякий случай сделать. Может быть, он когда-то нам пригодится. Может быть и нет. Но мы на всякий случай сделаем это. И как раз-таки покажем его на экране. Это Viewport. По желанию, ну или даже не по желанию, можно добавить GetPlayerController. Делаем Compile. Save. Все. Переходим на сам виджет. И, соответственно, мы здесь уже будем создавать сам виджет. Давайте сделаем его не обычным, вертикальным, сверху-вниз кнопочки, а, допустим, горизонтальным. Я не очень, так скажем, им особо пытался делать что-то подобное. Ну, давайте вот как раз-таки и попробуем. Во-первых, что обязательно я вам советую? Не просто так накидывать клавиши, там, допустим, кнопку вот так, и ставить на него текст и так далее. Это неправильное действие. Оно у вас не будет никак... Ну, оно будет привязано только вот к левой верхней точке. Если у человека будет экран, допустим, там 4К, он просто будет искать, где это меню находится и так далее. Для него покажется слишком маленьким. То есть, это неправильно. Давайте это удалим. И для того, чтобы было проще управлять им, нам нужен оверлей. Для чего? Позже я вам покажу. Оверлей. Делайте его на весь... На все расположение экрана. В данном случае это вот эта вся часть. Это является экраном. Делаем его на полную. Видите? Наш оверлей находится в крае. Но его крайние точки, вот они, показаны вот этими стрелочками. Соответственно, чтобы он не вот так растягивать, а можно конечную точку правую и конечную точку нижнюю поставить на нулях. И он, соответственно, растянется на полную. Далее, это мы можем оверлей обозвать как меню. Так, ну давайте и напишем оверлей. И сразу поставим его из variable. Обязательно. Это все на будущее. Так, смотрите. Менюшечка у нас... Верхняя часть готова образно. Это является главной. И теперь мы можем закинуть, допустим, Canvas панель тут же самую. Она у нас тоже где-то расположена. Давайте вот поставим ее, расширим по горизонтали на полную ширину. Допустим, если вы хотите создать определенный размер, допустим, высоту, есть такая штука, как Size Box. Ставим на Canvas панель. Size Box у нас... Вот по ширине также выставляем его. Здесь мы не будем контролировать ширину, но будем контролировать высоту. То есть мы здесь ставим высоту, определенную размеру, допустим, 90 мм. Если вы видите, да, то есть 90 мм у нас всегда будет постоянно. А ширина может изменяться. То есть по ширине. Так как мы ее не ограничили. Здесь также можно Size Box подать минимальную. ширину. То есть высоту, извиняюсь. И минимальную ширину, кстати, тоже можно подать. Допустим, хотите, чтобы человек с разрешением не знаю, 1024 являлся самым последним. Если вы хотите, допустим, чтобы человек на каких-то старых маленьких мониторах поиграл, вот эти ограничения не ставьте. минимальная высота, пусть 90 мм будет, максимальная, пусть 90 мм будет. То есть мы прям конкретно ограничили ее. здесь также есть максимальное растяжение, так скажем. Но особо не пользовался им. ничего конкретно подсказать не могу для чего и как оно как вас спасет. Смотрите, далее мы в Size Box поставим такую штуку, как очень часто будем пользоваться. Это Vertical Box и Horizontal Box. Это нам помогает располагать какие-то элементы только лишь по горизонтали или только лишь по вертикали. В данном случае нам нужна горизонталь. Мы ее перекидываем, кидаем в Size Box. Здесь у нас появляется вот Horizontal Box. Он у нас и по ширине, и по высоте всегда максимально. Далее мы кидаем это Button. Также на Button кидаем текст. И, соответственно, у нас текст находится в самой кнопке. По сути, это общая кнопка. Чтобы регулировать текст, смотрите, видите, наша кнопка образно обтекает текст по ширине, но не по высоте. Ширина является крайней, так скажем, значением для него. Сейчас я нажал так скажем, центровку данного текста кнопки или просто центровку текста. Смотрите, мы можем данному тексту задать padding. Это у нас, так скажем, определенные границы, до которых ему можно ... которым он, по сути, должен еще помогать, так скажем. я не знаю, как это обозвать, но вы сейчас увидите, я когда нажму, допустим, 30, видите, да, он сделал отступ. Это вот как раз-таки то, что нам необходимо. Отступ ставим слева 60, допустим, справа ставим в районе 45. Даже можно слева поставить 90. Почему я справа поставил именно 45, а не тоже также 90? Если я сейчас... Допустим, я сделаю дубликат кнопки. Видите, да, между текстом и следующей кнопкой остается небольшой размер. например, но слева и справа, если я настрою 45 у второй кнопки и, допустим, 45 справа у этой кнопки, да, первая кнопка большой будет, но между текстами получается одно и то же расстояние. 45 здесь, 45 здесь, 90 общее. 90 в начале до текста и 90 между текстами. Также нам необходимо текст, выбрать текст, да, здесь и здесь, и поставить их по вертикальной центровке, так скажем, в этой кнопке. По ширине мы не будем изменять, видите, да, я нажал посередине и, соответственно, текст у нас как-то ушел неправильно. Пусть он будет по ширине. Теперь также мы можем, чтобы наш горизонтал бокс, допустим, тоже имел отступ слева, чтобы кнопка не была в самом краю, допустим, поставим там 150, вот так вот, и кнопки начинаются здесь. Давайте обзовем первую клавишу, это у нас будет New Game, почему я пишу на английском, по сути, движок находится на английском языке, да, то есть, и когда вы заходите куда-нибудь в Project Setting, так, нет, извиняюсь, Editor Preference, ну, или, ладно, давайте в Project Setting зайдем, и когда мы выберем Packing, когда мы раскроем вот эту вкладочку, у нас будет локализация и так далее, да, International Support English, то есть, стандартный язык, английский считается, и когда вы здесь не выберете русский как таковую, но когда будете делать локализацию, тогда вот здесь если выбрать, ну, локализацию создать, по сути, да, английский будет выбираться основным языком, но вы здесь кстати его можете поменять, но вот английский сейчас стоит первым, вот он, если мы создадим другой язык какой-нибудь русский, какой-нибудь русский и соответственно видите, да, он нам переключил то, что русский является основным, но это неправильно будет все-таки, пусть английский будет всегда основным, но сделать переключение, да, то есть, и соответственно мы клавиши здесь должны тоже обзывать по-английски, как и переменная, так, здесь я не написал, да, так, ну давайте, здесь будет у нас сеттинг, сеттингс, настройки, здесь у нас new game, то есть новая игра, далее сеттингс, делаем дубликат кнопки и соответственно она уже с теми же параметрами по сути появляется, переименовываем, так, давайте лучше вот это переименуем, допустим, load game, загрузка игры, сеттингс, далее мы дубликат еще, пусть это у нас будет shop, следующее у нас клавиша допустим about и еще одна клавиша у нас это выход, ну, ну, также можно добавить какие-нибудь клавиши в виде ссылок, допустим, на свой сайт, если у вас есть, на дискорд канал можно сделать ссылочку в виде кнопки, ну, давайте, пусть это будет quit, и, как видите, да, у нас все смещено как-то влево, если мы вот этими отступами, которые я редактировал в горизонтал бокс, будем как-то делать, это тоже самое, будет неправильно, возьмем, в общем, это стерем, сотрем, я сказал, так, и, смотрите, чтобы эти клавиши по центру распределить, ну, или, допустим, данной клавиши у нас необходимо поставить, ну, то есть, у самого текста справа 90, чтобы это все отцентрировать, нам необходимо в горизонтал бокс давайте еще один, либо канвас панель добавим, либо оверлей, давайте, оверлей будет, и перенесем все эти клавиши выделением shift первый shift нажимаем, держим и последний выделяем, перетаскиваем в оверлей, так, и, к сожалению, смотрите, когда вы так делаете, лучше свернуть все это, потому что иногда оно вот так текст вытаскивает из всего, из-за того, что у нас оверлей не распределен на full, клавиши у нас, соответственно, тоже не пошли, так, извиняюсь, оверлей я не сюда закинул, так, горизонталбокс, давайте выставим его посередине, можно будет так сделать, но, видите, первая клавиша у нас слишком широкая, последняя слишком узкая, можно это сделать ограничениями на самой кнопке, можем сделать full у кнопок и у самого горизонталбокс также расширение на всю, но, допустим, если вы не хотите, чтобы так клавиши прям начинались или заканчивались, в принципе, тоже вот самый отступ соответственно, сделать, допустим, но, в данном случае я не хочу, пусть будет вот такими, так, также мы можем определенные клавиши увеличить в размерах или же наоборот другие уменьшить, допустим, по высоте вы можете настроить у клавиши определенный размер или, допустим, написать отступ, да, у этой клавиши снизу в районе 30, ну, вот так, то есть, и, соответственно, у всех клавиш можно сделать так, хотите какую-то определенную выставить, будет самое то, ну, типа, магазин, и еще желательно, конечно, его выставить прямо посередине, давайте-ка сделаем дубликат клавиши about и поставим здесь, я не знаю, название что-нибудь, ну, давайте, пусть будет сайт, и, то есть, наши клавиши прямо по центру с таким выступом прям шикарно смотрится, если все это еще и добавить для данной клавиши какие-то изображения, когда мы выбираете стиль, выбираете какое-то изображение определенное, в данном случае у меня их нету, я, скорее всего, подготовлю на будущее, чтобы показать, да, ничего подходящего особо нету, ну, вот так, да, допустим, то есть, здесь какое-то прям шикарненькое закругление можно сделать, ну, в данном случае пока давайте не будем это ставить, и, соответственно, на данные клавиши, если мы их выделим, мы можем также настроить background color, если есть необходимость, прозрачность, прозрачность, ставят вот так, чтобы клавиша была практически прозрачная, и можно было наблюдать картинку за нею, но мы сделаем небольшой прозрачность в районе 0,2, здесь также когда вы выделяете клавишу, в стиле у нас есть present sound, это звук при нажатии клавиши, и hovered sound, это звук при наводке на клавиши, но давайте вот этот будет звук, соответственно, и у каждой кнопочки надо также на все настроить, сейчас я выделяю все кнопки с помощью клавиши control, и делаю выбор звука на всех кнопках, нажимаем копилляцию, save, давайте попробуем, проверим, как это все, так, у нас секунду, а, из-за того, что у нас заднего фона нету, соответственно, мы, я, кстати, не заметил сверху, да, вот она прозрачная, но сейчас у меня там персонаж, если бы как бы когда вы создаете меню, также вы смотрите, вот когда у вас персонаж стоит в настройках, да, основные, то есть, если all settings зайти, и game mode, если у вас все это выбрано, да, здесь у вас game mode выбран, и так далее, данным, так как это основной от first person, он выбран уже автоматом, и, соответственно, всегда выбирает player controller class, то есть, наш, наш персонаж, вот он, default pawn class, это наш персонаж, который, как раз таки, приходит, и, не важно, где он появится, то есть, в данном случае, он появился здесь, для того, чтобы этого не было, мы также можем сделать, допустим, на нашем меню, нажимаем, blueprint, класс, создаем pawn, назовем его pawn menu, это для того, чтобы персонаж не появлялся, да, и не провалился, не падал, не умирал, и так далее, что-то подобное, просто не управлялся, никак, только лишь виджетом, давайте, pawn, если тем более, вы делаете в трехмерном виде, вот как я сейчас, уровень накидал, и так далее, да, то есть, здесь можно только лишь, pawn сделать, так, это у нас, pawn menu, и также мы можем создать, здесь отдельный game mode, берем game mode, для него мы пишем, GM, допустим, это game mode сокращенно, да, меню, в наш game mode заходим, который чисто для меню находится, здесь у нас, default pawn class, мы можем default pawn сделать, оставить, можем сделать pawn menu, который у нас, как раз-таки, только что создан был, и в настройках, выбрать, в данной части, так скажем, это world settings, если вы не знаете, как ее туда войти, здесь вот windows, world settings, и выбираем game mode, который применяется, по сути, в данном случае, это у нас game mode меню, переключаемся на details, и также мы можем, кстати, поставить нашего pawn, в данном случае, здесь, также настроить на нем камеру, если вы хотите от третьего лица, ну, то есть, не то, что от третьего лица, а, допустим, наблюдать за персонажем, и так далее, да, то есть, когда вы запустите, вы будете стоять, и управлять вы не сможете, но, также, смотрите, я нажал на, и у меня не появилось, ну, как бы, на основании игры, и у меня не появилось мышки, это мы тоже можем поправить, заходим, blueprint уровня, делаем из getPlayerController set showMouseCursor, показываем его, и далее, также из getPlayerController, мы, получается, вытаскиваем еще одну ноду, setInput, mode UI only, то есть, работать, по сути, только в UI интерфейсе, все, я, то есть, нажал на основание, но, мышка у меня не захватилась, и я могу управлять, данным виджетом, и, как видите, показывает нам вот от этой камеры, где находится сам Паван, если мы сейчас, допустим, как-нибудь заскручим, можем что-то такое сделать, чем меньше карты, тем получше будет для меню, и вот такая вот картинка, да, можем также развернуть его, если не очень красиво как-то выглядит, вот так будет более-менее, сюда, допустим, так как у меня здесь, конечно, нет персонажа, потому что он от первого лица, сюда, если у вас от третьего, вы можете сюда кинуть персонажа, или анимацию персонажа, где он, допустим, сидит, если же у вас только лишь 2D, и вы не кидали ни ландшафт, ничего, вы просто здесь, не выделяя меню оверлей, прямо на canvas панель кидаете image, допустим, то есть, и image вы выставляете либо вот сюда, либо сюда, сейчас мы посмотрим, куда именно, выделенный image мы делаем на полное изображение, offset right, offset bottom ставим по нулям, чтобы закрыло всю, да, я правильно поставил изображение, оно находится сверху, то есть, так скажем, за основанием меню, давайте загрузим какое-нибудь изображение, к примеру, прямо сюда кидаю, лучше, конечно, получается, держать все, все в норме, давайте, вот такая картиночка будет, мы ее поставим сюда, так, это у нас, вот это, и, соответственно, pound меню мы можем закрыть, blueprint уровня мы можем, в принципе, тоже закрыть, он нам больше не нужен, потому что мы уже показали курсор в нем, и открыли виджет, все, данное, значение, так, персонажа можно закрыть, так, я вышел, так, теперь мы выделяем изображение на заднем фоне, brush, image, выбираем, в данном случае у меня фон, и вот такая вот получается менюшечка небольшая, как видите, да, вот, когда я навожусь, есть определенный какой-то белый, так скажем, налет на кнопке, мы это тоже можем подправить, если вам не очень интересно, некрасиво это как-то выглядит, раскрываем, баттоны выделяем, также мы можем накинуть его, допустим, на hovered, да, вот когда стиль выбираем, мы hovered, вот здесь есть клавиша tint, мы можем какие-то определенные тени, допустим, поставить, пусть он вот такой вот черненький будет, compile, save, play, и вот такое выделение небольшое хотя бы, там можно на hovered выбрать изображение какое-то, допустим, когда на ойте будет сменяться, так, ну, думаю, на этом пока все, продолжим в следующем видео, покажу более-менее какие-то другие способы, и для чего я уже делал именно в оверлэе. До скорой встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok